Национальная республика Молдова приветствует вас на финальном матче 2-го этапа «Полкувка Европы» с «Пирамикой». Представители прессы делают памятные фотографии. И вот начинают, разыгрывают право первого удара спортсменки. Как видите, первый разбой в этом матче. Пристоит сделать Жанне Шматченко. Мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы и серебряный призер чемпионата мира. Продолжение следует... Было предостаточно времени у спортсменок потренироваться. Небольшие проблемы с трансляцией у нас возникли, поэтому заставили поволноваться девушек и задержать этот матч. Но похоже, что достаточно спокойно Жанна успешно разбивает, раскатывает перед этим пирамиду. Есть у нее превосходная игра. Спасибо. Спасибо. Допускает ошибку Жанна. Первый подход в этом матче осуществляет Татьяна Мелехова. Призер Кремлевского турнира, да? Да, не радует серийность у нас девушки пока что, но, по крайней мере, каждый подход уже был результативен. 2-1 впереди Жанна Шматченко. Перед началом этого матча удалось нам пообщаться со спортсменками. Передают они привет всем, кто их смотрит и за них болеет. Ошибается игра из двойка. Второй подход также удачно начинает Татьяна. Посмотрим, удастся ли ей собрать больше, чем один шар. Да, положение шаров достаточно открытым нельзя бы называть. И нужен был, конечно, подбой Таня. И вот случайный шар падает. Первый дурак здесь сегодня. Спасибо. Спасибо. Обсуждали мы только что с генеральным секретарем Европейского комитета по пирамиде, как вести статистику в этом матче. Решили мы подсчитать количество своих и количество чужих шаров, которые сыграют спортсменки. Но вот упал дурак, и куда его записывать, непонятно. По идее, чужой, наверное. Спасибо. 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 Восемь шаров первая партия остается за Татьяной Мелиховой. rei Imaginen fruits, но сяной Мелиховой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сорвался он, откровенно говоря, но получился такой колоссальный подбой и остатков пирамиды, что сейчас уже непростой выбор, куда играть. Продолжение следует... 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 Четкий удар, классически все исполнено, дождалась пока упадет этот шар в лузу, но только потом встала из стойки Татьяна. Играет спокойно и весьма уверенно. Конечно, допускают спортсменки ошибки, но не очень много их сегодня. Состав женского финала позволяет нам надеяться на то, что матч завершится достаточно быстро. Неоднозначная, конечно, ситуация на столе. Есть недалеко от правого верхнего угла шар. Да, его и будет, конечно, отбивать. Немножко не хватило, надо было еще тоньше попадать по-чужому. Субтитры создавал DimaTorzok. Жена Шмаченко, как видим, допускает ошибку, которая может стоить ей второй партии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Завершает эту партию Татьяна Мелихова. 2.0 в ее пользу. Продолжение следует... 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 Воспользовались своей возможностью спортсменки взять перерыв в матче. У нас, таким образом, небольшая пауза. Ну, как вы видите по статистике, максимальными сериями в четыре шара пока отметились обе спортсменки, не так это и много. Но зато с разбоя положили обе. Посмотрим, что нам подарит успешный разбой третья партия. Разбивать предстоит Жанни Шматченко. Пользуясь паузой, хочу поблагодарить Федерацию Бильярда Молдовы и Александра Гетманца превосходно организованными турнирами. Также огромную признательность мы выражаем клубу Бильярд Холл, в котором сейчас проходит трансляция. Именно здесь все четыре дня соревновались спортсмены, но также некоторые группы играли в клубах Олимпики Багрис. Казалось, что уже кто подарил шара Жанни Шматченко своей соотечественнице, но не воспользовался этой возможностью Татьяны. Теперь сейчас снова на подходе Жанна. 2-0 в матче до пяти побед. Это достаточно серьезный марафон, если смотреть на то, что предварительный этап проходил до трех всего лишь. В Олимпийке матча проходили до четырех, но финал у женщин до пяти. Четко исполнен удар. Продолжение следует... Продолжение следует... 1-3... ...еще одну чужую сыграла Жанна. Поочередно меняют они нулевые и правые лусы. Сейчас будет снова атаковать в левый угол. Продолжение следует... 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 Опять же, начинает достаточно серийно, Жанна. Использовалась она промахом Тани. Еще небольшой крутой подбойчик. Поправила прическу Жанна, потому что могла штрафонуться, задевшими шар. Приходится тянуться, чтобы сыграть такого чужого. Практически прямой шар. И снова подбой. Повторяет самую большую серию в 5 шаров Жанна. Создает она сама перевес этой партии. Нашла одну вероятность для атаки в самом начале. И вот уже трижды состоялся столь нужный подбой шаров. И выходит она на игру, отличную игру дальше в угол. Без ведьмых усилий она забирает пока что эту партию. Продолжение следует... Падает свояк. Падает свояк. Партия Скияр. Партия Скияр. Продолжение следует... 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 ошибается играя своего жанна удар достаточно дальней хотя не очень сложную куда же таки она играет не скажу что закрытыми глазами на около того ну теперь атаковать издали татьяна и она не точно практически застрял в лузину в последний момент откатился от нее чётко сыграла уверенно самое время вернуться к этому шарику свояк покрутка борту непростая была резко а а а а Спасибо. 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 Часто, очень часто допускают досадные ошибки спортсменки, хотя буквально недавно мы увидели парку Ския в исполнении Жанны Шмаченко. Продолжение следует. 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 Спасибо. 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 Четко и достаточно быстро накатывает в лузу Чужих Шаров. Это Таня Мелехова. Он, не очень простой, конечно. У нас в чате некто эксперт написал достаточно фразу, было бы на что смотреть в перерыве, мы обсудили с Юрием Николаевичем Черваневым, главным судьей соревнований эту фразу. Ну и есть три варианта развития событий для эксперта. Если не на что смотреть, то можно не смотреть, а включить покер и поиграть в покер. Можно также попробовать, как у нас это было до перерыва. Три раза с разбоя положить шара. Три из пяти, я думаю, не каждому удается. Ну и третий вариант, вообще ничего не писать. В принципе, мы ждем ваших комментариев, вопросов. Готовы рассказывать об игре и о спортсменах, то, что вы будете спрашивать. Партия «Ския». Одну мы уже видели в исполнении. Жанна Шмаченко. Вот улыбается Таня, удалось ей ответить тем же. И она сравнивает счет 3-3. Таня, удалось ей ответить тем же. Таня, удалось ей ответить тем же. Седьмая партия у нас начинается с неудачного разбоя. Сейчас на подъеме Таня Мельхова. Эмоционально должна быть чувствовать себя достаточно уверенно. Но тут у нас только все начинается. 3-3 в матче до пяти побед. Самая жесткая припома у нас впереди. Хороший чужой щелкает пальцами Жанна Шмаченко. Понимая, что ее подруга сыграла хорошо. Ошибка. Да, неудачный удар от Тани. Таня. 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 Продолжение следует... 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 Таня прощает Жанну. Не играет она в шарам. Четко чистенько падает свояк. Не играет она в шарам. Не играет она в шарам. Что-то задумался, я пытаюсь вспомнить, сколько отыгрышей это было в этом матче. По-моему, впервые за 7 партий отыгрывается Жанна Шмаченко. Ну а толку? Получила шарам ответ. Ну и приходится далеко тянуться. Мелиховой. Ну, вроде бы все четко здесь должно быть. Спасибо. Спасибо. Ну вот, наверное, это будет. Это был тоже первый вот игрыш в исполнении Мелиховой. Присела на стульчик она и разводит руками. Не понимаю, ну... Что тут скажешь? Конечно. 3-3. Упорное противостояние украинок. Играю в среднюю лузу свойка. Даже сразу по двух лузам атаковала Таня, но... За двумя зайцами погонишься. Ни тот, ни другой не упал, как мы видим. И хороший шанс есть у Жанны. Как минимум пару шариков надо в такой ситуации забирать. Присела на стульчик. Прилично удалось, конечно, это оттяжка Жанны Шмаченко. И Шар подкатился к средней лузе. 6-3 повело в партии Жанна Шмаченко. Застревает Шар. Обидно, очень обидно Жанне. Обидно, очень обидно. 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 Мог бы быть и получше выход, конечно, в этой ситуации. Но ничего невозмутимо и даже уверенно подходит к этому шару Татьяна. Она увидела, вероятно, хороший воткрыш. Я могу сказать, что исполнена она его достаточно хорошо. Спасибо. Спасибо. Довела Жанна счет до 7, но 8-й шар не прошел. Прошлый раз после отыгрыша, как мы заметили, что не очень хорошо получился. Таня получила шара в ответ. Сейчас отыгралась очень хорошо. Также отыграется и шматчатка. Субтитры создавал DimaTorzok Видели мы ошибки в атаке. Теперь наблюдаем ошибки в отыгрыше. Нет, все-таки не атаковала Таня. Показывалось мне, что захочется ей сыграть по атаке. Но нет, не рискует. Но на самом деле, вот я вижу, что пользователь Биша написал на чате. Кажется, они одна другой подставляют. Нет, просто в определенный момент что-то разладилась игра в обоих спортсменах. Обе их практически поплыли. Вот как может же она объяснить этот удар? 7-7. И восьмой шар от Татьяны Мелеховой. 4-3 она повела. Восьмой шар от Татьяны Мелеховой. Простите. 7-7. Кажется. 4-3. Показывается. Кажется. 1-3. Работа. 5-3. 2-3. Работа. 9-3. 15-7. 5-3. 10-10. 6-8. Продолжение следует... Да, менее результативна у нас стала игра. Вот в очередной раз с разбой неточная Таня Мелехова. Шмаченко. Начинает четко. Кладет шара в угол. Утаскивает на вращении беток на дальнюю половину стола. Задумалась о том, чтобы может быть рискнуть и атаковать левую лузу. А риск-то тут, конечно, невелик в самом ударе. Но ошибка может довести состояние дел Жанны Шмаченко практически до плачевного. 4-3. Напоминаю, что матч проходит у нас до пяти побед. Мелехова у нас в шаге от золота турнира. Зачем? Зачем была нужна эта ошибка для Жанны Шмаченко? Таня Мелехова у нас в а 리� тогдаge. Руки. Продолжение следует... 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 ...серьезная ошибка, за которую может поплатиться Мелихова. Да, весьма характерный для женских матч, когда начало у нас достаточно резвое, а потом темп заметно угасает и возрастает количество брака. А, вот оно наказание за ошибку Тани Мелиховой. 4-4. Нас ожидает контровая партия. Продолжение следует... 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 Ну, пока наблюдаем мы с вами, что небольшой перерыв. Традиционно перед началом контровой партии судья предоставляет возможность немножко передохнуть спортсменам. Ну, вот уже обе украинки вернулись к нам в игровую зону ТВ-стола. Готовится разбивать последний раз на этом турнире Жанна Шматченко. Вы смогли увидеть, что достаточно многолюдно на женском финале, но что будет на мужском, это вообще страшно представить. Весь представитель Молдавии будет у нас играть. Ну, сейчас все, внимание к женщинам. Нет, не проходит разбой. Пирамида раскатывается максимально возможно. Хороший шанс сейчас собрать партию с Кияей впервые в своей карьере выиграть финал Кубка Европы. Вот Анне Мелеховой. С первой попытки она может взять эту высоту. Посмотрим, посмотрим. Есть первый шар. айт. Есть первый шар. Тщательно прицелилась и исполнила удары точно. Еще один неплохой чужой. В любой другой ситуации я думаю Таня подошла и ударила бы намного быстрее, но тут конечно цена этого шара очень велика на кону золото турнира, буквально в прерывах между предыдущими партиями глава Федерации Бильярда Молдовы Александр Гетманец принес кубки и поставил мне подалеку от нашего игрового стола и все спортсменки уже видят за что они сражаются. Продолжение следует... Хороший шар. Продолжение следует... Очень ответственный момент. Я думаю случайных зрителей у нас сейчас нет на этой трансляции и сами все прекрасно понимаете и превосходно разбираетесь в бильярде. Второй удар подряд, после которого раздаются аплодисменты в адрес украинской спортсменки. Что-то веселит Таню, но хорошо что она в такой момент может расслабиться. Обрывается серия, аппаратистские ямы не увидели, зато увидели неплохой подход Милихова и сейчас Жанна Шмаченко будет пытаться что-то предпринять, чтобы как минимум догнать свою оппонентку. Вот так. Поехали. 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 и простой шар приходится играть в бортах и ошибается с резкой не тот был уголок чтобы шар вошел в лузу посмотрела на чужого в серединку точно также посмотрела и на чужого правый верхний угол выбрала своя вновь аплодисменты для тани мили кого и они означают то что 7 шаров и это даже не шаг всего лишь одно соприкосновения наклейки и киев с шаром отделяет ее от золотой медали может очень красиво завершить матч тани может не завершить в этот раз вероятно что это последний шанс для жанны шмаченко вырвать победу очень тяжело проигрывает она финальной решающей партии 07 есть игра середину сдаваться там не будет точно первый пошел еще один шар и какой будет выход прямо в лузу может сравнять с жена я конечно немного забегаю вперед но шанс есть главное грамотно распорядиться а у нас на форуме меня поправляют и говорят мол спортсменки сражаются не за кубок в первую очередь за деньги ни для кого не секрет что за первое место в женщин две тысячи долларов за вторую тысячу долларов мужчин призовой фонд конечно покрупнее ровно в два раза подкатывает подкатывает ну ну равно ну ну ладно подкатывает подкатывает ну ну Наверное, самая красивая партия в этом матче. Оставляет для Суяка этот шар, шмаченко, ну что, два вопроса, забьет или нет, и сможет ли сделать выход после этого шара, если забьет. Падает Свояк, чужой от борта катится прямо Клузя, упадет. Нет, не падает, но останавливается рядышком в шар. Отличного размер, конечно, попала Жанна, но немножко неудачно стал этот шар. И поцеловали друг друга спортсменки. И поздравили с этой красивой игрой. Жанна Шмаченко, победительница второго этапа Кубка Европы по пирамиде. Кубка Европы по пирамиде. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы видим, что всего 8 свояков сыграло за весь матч Мелихова и 37 чужих. 20 свояков в исполнении Шмаченко мы наблюдали и 38 чужих. В максимальной серии разбоев было 8 шаров, это были 2 партии Ския. Дважды с разбоя была успешная жанра Шмаченко и один раз удалось в самом начале матча Татани Мелиховой. Буквально минут через 15.20 начнется трансляция мужского финала. Прошу прощения. Встречаются Виджай Дрангой, представитель Молдавии, выступающий себя на родине. И Евгений Талов, украинец. Третий украинец двух сегодняшних финалов. Уверен, что матч будет крайне интересный. Оставайтесь с нами.